Немцы не представляют рождественские праздники без красной капусты. Это традиционное блюдо на столе в это время уже несколько столетий, да и не в празднике тоже. И, конечно, главный ингредиент приготовления такой капусты, краснокочанная капуста. Около одного килограмма. В которой удалим верхние листья, подсохшие и кочерыжку. Нарежем капусту тонкими прядями. Лук, пару луковиц, тоже нарежем тонкими полукольцами. На сковороде растопим жир, в идеале утино-гусиный, но можно любой другой, даже растительное масло. Утино-гусиный, потому что подают такую капусту, чаще всего именно к запеченной утке или гусю. Конечно, по-немецки, у нас тоже есть такой рецепт. Когда жира стало не менее двух ложек, засыпаем лук, огонь ниже среднего. Мы тушим его до полупрозрачного цвета. Оставлять или не оставлять шкварки, на ваше усмотрение. Это буквально 2-3 минуты. Затем добавляем капусту. Тут же деглазируем лук на дне вином. Миллилитров 200, иногда яблочным соком. Но красное сухое вино не уменьшит яркость красного цвета капусты, в отличие от сока. Добавляем можжевельник. Не обязателен, но в Германии почти обязателен. Немного лаврового листа. И, конечно, корица. Рождество корица просто культ. Вместо половинки чайной ложки можно добавить целую палочку. Затем ее вынуть перед подачей. Ну, а теперь это необходимо вымешать. Поэтому сковорода должна быть глубокой и большой. Или сотейник. Затем добавляем уксус. В идеале яблочный 6 столовых ложек. Сахар 3 столовых ложки. У нас еще будет добавка сладости в виде смородинового варенья. И соль 2 чайных ложки. Она тут не главное. Закроем крышкой и на малом огне тушим на слабом кипении около часа. За полчаса до окончания нарежем яблоки, парочку кислых. Само собой удалив сердцевину, кожицу можете оставить. Нарезать можно и кубиками или как я, тольками, без разницы. Добавим их сразу в капусту и потушим дальше до окончания срока. Конечно помешивая периодически. В самом конце в небольшом количестве воды растворим чайную ложку крахмала. Выльем в капусту. Интенсивно перемешаем и увеличим огонь. Жидкость почти всю необходимо выпарить. Удалим специи и добавим еще один важный ингредиент. Смородиновое варенье или джем или желе или что там у вас найдется из смородины. Перемешаем и можно подавать. Хотя в идеале ее лучший вкус через пару дней хранение в холоде, в холодильнике к примеру. Вот она рождественская капуста в Германии. Что еще делает ее рождественской, так это специи. В основном добавляют часто мускатный орех, гвоздику или кардамон с бадьяном или анисом. Иногда для сытности жарят не на вытопленном жире, а на беконе, копченом или сыром. Кисло-сладенькое, вкуснючее, на основе простых продуктов. Ароматный дух Рождества в вашем доме. Попробуйте, а вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok